Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим агрегаты и станции для приготовления сиропов и начинок. Сироповарочные и карамелеварочные станции и станции для приготовления фруктово-ягодных начинок. На кондитерских фабриках эксплуатируются станции для приготовления сиропов и начинок, карамели варочные станции. В цехах небольшой производительности используются универсальный вакуум варочные станции. В других видео мы уже с вами рассмотрели устройство и принцип действия змеевиковых теплообменных аппаратов. Аппаратов для уваривания и темперирования кондитерских масс. И этим видео мы подводим небольшой итог нашим видео по тепловому оборудованию кондитерских производств. И в этом видео мы рассмотрим в комплексе станции, в которых используется вышеперечисленное оборудование как комплекс оборудования. И начнем с сироповарочных станций. В зависимости от принятой технологии и имеющегося оборудования для приготовления карамельного сахаропаточного сиропа, сироповарочные станции бывают с предварительным растворением сахара в воде при атмосферном давлении и последующим добавлением патоки или инвертного сиропа и с растворением сахара в патоке при повышенном давлении с добавлением воды в небольших количествах. На фабриках устанавливаются агрегатированные сироповарочные станции различных типов и производительности периодического или непрерывного действия. При этом обычно одна общефабричная сироповарочная станция обслуживает несколько поточных линий производства карамели, а также другие виды производства, потребляющие сироп. Рассмотрим устройство и принцип действия сироповарочных станций с растворением сахара в воде. На кондитерских предприятиях небольшой мощности используются полумеханизированные станции с диссутерами. На фабриках большой мощности применяются станции ШСК с растворителями непрерывного действия. Полумеханизированная станция с диссутерами в качестве основных аппаратов для растворения сахара представлена на слайде. В состав такой станции входят обычно ковшовый элеватор 1 для подачи сахара на просеивание, просеивающее устройство с плоским вибрирующим ситом 2 и магнитами для отбора металлопримесей. Второй ковшовый элеватор 3 для подачи очищенного просеянного сахара в подвижный бункерный мертвник, автовесы 4, передвигающийся по монорельсу 5. Из автовесов порции очищенного сахара загружаются последовательно в диссутеры 6, куда одновременно подается вода, затем добавляется патока или инвертный сироп в необходимой пропорции. Обогрев диссутеров производится змеевиком и барботированием острого пара непосредственно в подогреваемую смесь. Температура кипения сиропа при растворении сахара около 110 градусов Цельсия, влажность сиропа около 20%. Температура сиропа после добавления патоки 115-117 градусов Цельсия, что соответствует влажности сиропа 14-15%. Избыточное давление греющего пара 0,4-0,6 мегапаскаль. Готовый сироп через фильтр 7, насосом 8 подается в сборник 9, а оттуда к местам потребления на линии. Производительность станции может быть различна в зависимости от количества диссутеров и их вместимости. Сироповарочная станция ШСК с 6 секционным растворителем. Станция состоит из следующих основных узлов. Шестисекционного растворителя 1, просеивателя дозатора 3, подогревателя дозатора воды 5, темперирующей машины 9 для подготовки патоки, ковшового элеватора для подачи сахара песка 4, бачка для инвертового сиропа 11, 2, плунжерных насосов 8, пульта управления 7, площадки для обслуживания 2 с лестницей 6 и течек для сахара 10. Особенность процесса приготовления сиропа на этой станции заключается в том, что сироп получается путем растворения сахара в заданном рецептуре количестве подогретой воды с добавлением патоки или инвертового сиропа или того и другого вместе в конце процесса при подогреве раствора до сравнительно невысокой температуры. Это сводит до минимума образования в сиропе продуктов разложения сахаров. Следовательно, сироп и карамельная масса получаются более прозрачными и стойкими при хранении, чем при приготовлении сиропа в десутерах. Однако эта станция, как показал опыт эксплуатации имеет ряд недостатков, главным из которых является то, что в ней нельзя получить сироп высокой концентрации. Станция 6К малопроизводительна, она может обеспечить сиропом лишь 2-3 карамельные линии, поэтому используется преимущественно на небольших фабриках. Эти станции применяются также в конфетном производстве. Сироповарочная станция ШСА-1 с растворением сахара в патоке. В результате сравнительной оценки работы различных сиропных станций установлено, что станция, востовую которой положен принцип растворения сахара в патоке под давлением с добавлением воды в небольших количествах, имеет наиболее короткий производственный цикл и позволяет получать сироп более высокого качества, что увеличивает срок хранения карамели. Станция состоит из устройства для подготовки сахара песка и аппарата для приготовления сиропа, причем последний, в зависимости от производительности станции, может состоять из двух и более агрегатов производительностью 2 или 4 тонны сиропа в час каждый. В состав станции входит следующее оборудование. Сборник для патоки 8, сборник для инвертного сиропа 9, два двухплонжерных насоса 10 для дозирования патоки и инвертного сиропа, бункер для сахара с ленточным дозатором 6, смеситель-растворитель 5, шнекового типа смешалкой и паровой рубашкой. Плонжерный насос 4 для подачи кашицеобразной смеси и смесителя в змеевик варочной колонки. Варочная колонка 3, греющая часть унифицированного змеевикового вакуум-аппарата. Параотделитель 2, сборник готового сиропа 1, бак-подогреватель 7 для воды. Станция оснащена приборами технологического контроля и автоматическими регуляторами. На станции предусмотрена световая сигнализация и блокировка работы технологического оборудования. Система автоматической продувки оборудования и трубопроводов. Электрическая аппаратура дистанционного управления. Приборы и регуляторы устанавливаются на щите управления и контроля. На станции можно приготовить сахаропаточные, сахароинвертные и чисто сахарные сиропы. Сахар-песок после просеивания подается в бункер, из которого он поступает в ленточный дозатор 6. Последний непрерывно дозирует его в смеситель-растворитель 5. Сюда же, согласно рецептуре соответствующими плунжерными насосами-дозаторами 10 по трубопроводам подается патока и инвертный сироп. Дозирование воды в смеситель из подогревателя 7 осуществляется путем дросселирования при контроле расхода ротаметром. Температура инвертного сиропа от 40 до 50 градусов Цельсия. Температура патоки, подаваемый в смеситель, стабилизируется в сборнике 8 и поддерживается в пределах от 65 до 70 градусов Цельсия. В смесителе все компоненты рецептурной смеси перемешиваются и подогреваются паром с помощью паровой рубашки до температуры 65-70 градусов Цельсия. Время заполнения смесителя 3-3,5 минуты. Полученная рецептурная смесь с влажностью 17-18%, представляющая собой кашицу с неполностью растворенными кристаллами сахара, плунт с жирным насосом 4 подается в змеевиковую варочную колонку 3, где смесь проходит в течение 1-1,5 минут. И кристаллы сахара полностью растворяются. Избыточное давление греющего пара поддерживается в пределах 0,45-0,55 мегапаскаль. Готовый сироп с влажностью 12-14% проходит через стаканчатый фильтр и пароотделитель 2. В приемный сборник готового сиропа 1, откуда насосом перекачивается к местам потребления. Сиропная станция благодаря короткому производственному циклу не более 5 минут и особенностям процесса растворения сахара в патоке под давлением позволяет получать светлый прозрачный сироп высокой концентрации 88% сухих веществ. При низком содержании редуцирующих веществ в карамельной массе до 14%. При выработке чисто сахарного сиропа влажностью 18-20%. Влажность рецептурной смеси поддерживается в пределах 24-26%. Соответственно этому избыточное давление греющего пара снижается до 0,3-0,35 мегапаскаль. Техническая характеристика сероповарочной станции представлена в таблице на слайде. Станции для приготовления фруктово-ягодных начинок. Ранее уваривание применяемых в карамельном производстве фруктово-ягодных начинок осуществлялось преимущественно в сферических вакуум-аппаратах периодического действия. При этом процессы уваривания и темперирования начинок проводились раздельно. Уваривание начинок в сферических вакуум-аппаратах периодического действия продолжается около 40 минут. При этом в результате длительного теплового воздействия на сахаро-фруктовую смесь начинка получается темной, а вследствие разрушения пектина понижается вязкость начинки. Для уваривания начинок лучше применять змеевиковые вакуум-аппараты. Продолжительность уваривания начинки в таких аппаратах сократилась до 3-4 минут. При этом пригорания массы к внутренней поверхности змеевика не происходит и начинка получается светлой. Так как количество выпаренной влаги при варке начинок в 2,5-3 раза больше, чем при варке карамельной массы, соответственно увеличивают объем выпарной камеры. Выгрузка готовой начинки при этом производится периодически, как и при уваривании карамельной массы. Начиночная станция включает в себя оборудование для подготовки начиночной смеси и агрегат для непрерывного уваривания и охлаждения начинок. Начинка готовится на начиночной станции следующим образом. Бочки 1 с сульфитированными фруктово-ягодными заготовками в виде пюре или пульпы подаются в бочкомойку 2. Пульпа из бочек бочка приемниками 3 выгружается в десульфитатор шпаритель 4 со шнеком. Здесь пульпа перемешивается и из нее удаляется сернистый газ. Затем она поступает в сборник 5, откуда насосом 6 подается на протирочную машину 7. Здесь масса протирается вращающимися билами через сетчатый барабан и собирается в промежуточную емкость 8. Из емкости 8 пюре насосом через фильтр подается в смеситель 9, куда добавляется в нужной пропорции сироп, подаваемый с сиропной станции и патока. Приготовленная фруктово-ягодная смесь влажностью 45-50% перекачивается по трубопроводам через фильтр 2 в сборник 1, агрегата для уваривания начинки. Из сборника 1 смесь плун с жирным насосом 3 подается в змеевик варочного аппарата 4, обогреваемый паром избыточным давлением до 0,45 мегапаскаль. Смесь проходит змеевик в течение примерно 3 минут. Начинка вместе со вторичным паром выходит в пароотделительный циклон 5, из которого пар отсасывается вентилятором, а начинка стекает в темперирующую машину 6. Для контроля за температурой уваренной начинки на выходе из циклона установлен термобаллон манометрического термометра. Температура начинки колеблется в пределах 115-118 градусов Цельсия, что соответствует ее конечной влажности от 17 до 19%. Для введения эссенции предусмотрен дозатор 7. В темперирующей машине начинка непрерывно охлаждается до 70-75 градусов Цельсия. Эта машина одновременно является промежуточной емкостью, компенсирующей возможную неравномерность поступления или расхода начинки. Находящаяся в темперирующей машине масса, благодаря интенсивному перемешиванию, приобретает среднюю температуру, близкую к температуре выходящей начинки. Вследствие сравнительно небольшой скорости поступления горячей начинки, она равномерно распределяется в общей массе. Процесс охлаждения длится менее одной минуты. В выходном штуцере темперирующей машины установлен термобаллон манометрического термометра для контроля температуры выходящей начинки. Готовая начинка плун с жирным насосом 8 нагнетается в кольцевую линию, проходящую над начинкой наполнителями 9, карамели обкаточных машин 10, установленных в линиях производства карамели. Избыток начинки отводится по обратной ветви в темперирующую машину. Регулирование влажности начинки производится по показаниям термометра, путем изменения давления пара, а регулирование температуры изменением расхода воды в рубашке темперирующей машины. Техническая характеристика змеевикового вакуум-аппарата представлена в таблице на слайде. Карамели варочные станции. Входящие в состав каждой линии производства карамели варочные станции включают в себя кроме змеевикового вакуум-аппарата поршневой мокровоздушный вакуум-насос с конденсатором смешения и питающий сиропный плунжерный насос. Устройство, принцип действия змеевиковых вакуум-аппаратов и мокровоздушных вакуум-насосов и сиропных насосов мы рассмотрели в отдельных видео, посмотреть которые вы можете, перейдя по ссылке в описании. На слайде приведена принципиальная расчетная схема карамели варочной станции с необходимыми для расчета буквенными обозначениями соответствующих параметров греющего пара сиропа, готовой карамельной массы, вторичного пара и конденсата. Из схемы видно также направление теплового потока, вносимого греющим паром и сиропом. Карамели варочные станции обычно состоят из расходного сиропного бака 1, в который готовый сироп непрерывно подается насосом с фабричной сиропной станции. Сиропного продуктового плунжерного насоса 2 для непрерывной подачи карамельного сиропа в Змеевик 3 аппарата с вакуум-камерой 4 и поршневого мокровоздушного вакуум-насоса 6 с конденсатором смешения 5. На небольших кондитерских предприятиях или в розничных цехах с широким ассортиментом кондитерских изделий, где применяются универсальные варочные аппараты, для более полного использования аппарата. Его целесообразно устанавливать в составе станции, которая обычно комплектуется из варочного котла 1, фильтр ванны 2, малогабаритного шестерённого насоса 3 и универсального вакуум-аппарата 4 типа М184 со встроенным ротационным мокровоздушным водокольцевым вакуум-насосом 6 и конденсатором смешения 5. Подлежащие увариванию в аппарате компоненты смеси предварительно растворяют в котле 1, из которого затем перекачивают для уваривания в универсальный вакуум-аппарат. В этом видео мы рассмотрели устройство и принцип действия агрегатов и станций для приготовления сиропов и начинок и их технические характеристики. В другом видео мы подробно разобрали основы расчёта теплообменных аппаратов и станций для приготовления сахарных сиропов и карамельной массы. Ознакомиться с ним вы можете на канале. Я благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в нём все уведомления. Как только новое видео выйдет на канале, вы получите уведомления. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...